Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Домскова. В этом видео я вам расскажу свои первые впечатления о новинке 10 новых оттенков лака от компании Арифлейм и серии The One. И сегодня мы будем пробовать два новых оттенка. Вино и Шторм. И в процессе я вам расскажу важные моменты. Приступайте к просмотру. У меня два оттенка из коллекции The One. 10 в 1. Вот у нас такая большая коллекция. И эти два оттенка. Вино 37901 и 37902 Шторм. Ой, 37901 вино и 37902 Шторм. Сейчас мы их попробуем, потому что когда я пробовала светлые лаки, многие захотели посмотреть еще и темные. Я сделаю комбинацию из двух оттенков. Сразу два ноготочка накрашу одним цветом, два другим. Начну с винного оттенка. Кстати, не знаю, почему его назвали вино. По-моему, это такой красивый, глубокий розовый цвет. Обратите внимание, наношу лак на просто чистый ноготь. Без какой-либо основы. То есть ничего нет. И так же не буду не пользоваться никаким закрепителем. Просто чисто лак один. И вот нанеся один слой, я сразу вижу, как лак красиво лег. Второго слоя не потребуется. Еще раз отмечаю, насколько удобная, крутая кисточка. Она лучше, чем в лаках больших зеван по 8 миллилитров. Она круче прокрашивает боковые стороны. То есть мне прям не надо прикладывать никаких усилий. Я просто аккуратненько кончиком подвожу к боковой части, и накаток сразу прокрашивается. Так, немножечко мазнула. Прям глубокий розовый цвет. Я бы его винным точно не назвала. И второй цвет это шторм. Пробуем шторм. Ой, много, наверное, взяла. Знаете, много было комментариев после видео со светлыми лаками, и хороших, и плохих. Меня радует, что вам лаки тоже понравились. Конечно, может быть, кого-то огорчает, что всего 5 миллилитров, а я, наоборот, радуюсь. Потому что закончится, и я его выкину, и куплю другой цвет. Потому что мне, например, быстро надоедают лаки. Я какой-нибудь один возьму. Бывает, к нему привыкну, и могу им часто пользоваться. А в основном хочется менять. Тем более, меняется сезон года. Хочется то один оттенок, то другой. Классно. Смотрите, как он здорово переливается. Хотя перламутров в нем нет вообще. Но это и не матовый лак, он глянцевый. Что я заметила, когда последний раз красилась этим лаком, мне очень понравилось, когда я его снимала, насколько он легко снимается. То есть я на ватный диск налила немножечко средства, прижала, подержала, и одним движением просто стерла этот лак. У меня восторг, конечно. Я обожаю, когда лаки так легко и просто снимаются. Сейчас сразу накрашиваю еще один, потому что я люблю простоту, когда все очень-очень легко и быстро, и не затрачивает много усилий и времени. На весу не очень удобно красить, но даже на весу с этой кисточкой я справляюсь. Очень крутой лак. И вот хочется вот тут, кажется, второй слой добавить. Сейчас добавлю и пусть сохнет. Только более такой прозрачный, не слишком густо. Вау! Да, еще круче выглядит. То есть смотрится вообще как гель-лак. Обалдеть! Да, мне лаки очень понравились. Я даже подумываю заказать еще несколько оттенков. Особенно мне интересен рыжий цвет, медный. Серебро тоже необыкновенно красивый цвет. Вот такой классный маникюрчик. Смотрите, сама в домашних условиях сделала без каких-либо усилий. Просто почистила ноготочки, убрала кутикулу, подпилила кончики. Я нанесла один буквально, да, один-два слоя лака. Он достаточно быстро сохнет, никаких закрепителей, ничего не нужно. И если лак облупился, то его очень легко удалить и накрасить заново. Вот меня этот вариант прям очень устраивает. Надеюсь, вам все понравилось и хорошо видно на этот раз, как лежит лак. Как он весь переливается. Очень качественный продукт, рекомендую. Оставайтесь на нашем канале. Если видео понравилось, ставим лайк. И подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Всегда с вами с удовольствием общаюсь. До новых встреч. Пока-пока. GoPro Stop Video